Всем привет, чуваки! С вами PandaFX и сегодня мы вернёмся в FIFA 14. Нужны монеты FIFA 16 Ultimate Team? Хочешь собрать крутой состав или же просто открыть паки? В этом тебе поможет продавец монет Дима Кривенко. Качественное обслуживание и быстрая доставка. Ссылка в описании. Как вы поняли из названия, сегодня я решил немножко поностальгировать и вернуться обратно к моим истокам. То, с чего я начинал. Это с FIFA 14. Ну, именно если брать консоли, я начинал именно с 14 FIFA Next Gen. Так-то до этого у меня была пекарская, которая была немножечко похуже. И сегодня я решил открыть пакетики, показать вам, как это всё выглядело в дизайне. Мало ли, есть такие люди, которые начали с 16 FIFA. В общем, это последняя команда недели. Ливандовский в Баварии, но в этой FIFA он ещё есть. В Баруси Дима Алия играет Мочеси Рюнайтед. Рейтинг 89. У меня есть 400 тысяч монет, которые мне любезно предоставил Никита, за что ему огромное спасибо. Если бы не ты, я бы, наверное, не справился с этой трудной задачей. Тут найти монетки крайне тяжело. Он мне перегнал их через трейдоферы. Ну, я думаю, некоторые люди спросят, что такое трейдоферы? Что это вообще такое? Была такая функция, с помощью которой ты мог предложить чуваку, который выставил того или иного игрока, там, например, взамен моего игрока или же просто монеты. Это была просто божественная функция. Но почему-то Ей Спортс убрали её, посчитав, что она слишком уж сильно влияет на покупку и продажу монет. Хотя сейчас тоже покупают и продают монеты. Не знаю, зачем это Ей Спортс сделали. Плюс тут не было никаких диапазонов. Мы могли выставить любого игрока за бешеные деньги. Бронзовая пища хоть за миллион. Ну и в целом, если посмотреть на дизайн, то он реально выглядел намного охерительнее. Вы посмотрите, как сочно выглядит картинка. Тёмный фон, всё подсвечивается охерительно. Ну, не знаю, вот мне прям приятно сидеть в менюшке, что не скажешь про FIFA 16 и про её дизайн. Ну ладно, хорош пиздеть, короче. Поехали открывать пакетики. Первый пак за 7500 монет. Тут, к сожалению, никаких промо-паков быть не может, поэтому будем открывать обычные пакетики. Первый пак. Анимация выглядела вот таким вот образом. Только олдфаги поймут. Первый пак и информ. Первый пак и сразу же информ. Ну, в общем, вот такая вот история. Да, его нет на рынке, пацаны. Вот так вот. Выпал информ, а он не продаётся. То есть я могу выставить его абсолютно за любую сумму. Второй пакетик. Я открываю и тут нам выпадает видич 8.7 рейтинг. Нихера себе, вот это игроки мне падают. 8.7 рейтинг, но он был такой тролль, знаете. Ну, типа рейтинг гигантский, но на деле он нихера не стоит. Следующий пак, пацаны. Следующий пак. Джонсон. Опа-на. Диего Коста мне выпадает. И Дзюба. Вот это топовый пакетик. Диего Коста имел рейтинг 84. Он в этой FIFA есть ещё из Атлетика Матрид. И Артём Дзюба. Ах, да, тут ещё и Карпин не упал. Топовый тренер. Отличный набор вместе с Артёмом Дзюбой. Скипаем. И получаем Джонсон. Адам Джонсон. Эх, грустная судьба у этого парня. В этой FIFA он стоит 20 тысяч. Нихера себе он дорогой. Видимо из-за того, что его посадили. Да, ценник на него так вот резко вскочил. Тони Кросс над цами выпадает. Тогда он ещё над цами стоял. 84 рейтинг. Блин, неплохие игроки сыпятся. Прям рейтинги такие классные. 83 рейтинг. Кто это? Буатенг. Нихрена себе. Маленький такой рейтинг. У него 83 был всего лишь. Сейчас у него рейтинг 87. Я вам напоминаю. В этой FIFA этот усачь, кстати, отвечал за защиту. И давал какие-то плюсики. Сейчас в 16 FIFA он вроде тренер. Алан Загоев. Алан Загоев, который играл ещё на ЛМщике. Пуканодробитель мне упал, пацаны. Жирков. Чё-то, пацаны, мне российская премьер-лига так и сыпется. Жирков, Дзюба, Загоев. У меня прям составчик там уже нарисовывается. Surprise, motherfucker. Смотрите-ка, кто мне упал. Лайк, если вы тоже помните этого парня. Я думаю, немногие его помнят. Хотя, может и многие, я не знаю. У меня какой-то определённой статистики нет. Три сосаи всего лишь на рынке, пацаны. Три сосаи. Вот что значит легенда. Никто не хочет с ним расставаться. Я, собственно, тоже не буду с ним расставаться. Я думаю, я оставлю его у себя в клубе. Майкон, Майкон, Вилла и Дель Перо. Легендарный Дель Перо тут ещё играл. Охренеть. Я уже совсем забыл про это. 47 пейс, конечно, да. В этой игре ещё решал пейс, поэтому мало кто им вообще играл. 80 шутинг. Ну, в принципе, неплохой дриблинг. Охренеть. Вот это прям ностальгия. Так, 82. Кто это выпал? Опа-на. Филиппо Луис выпал. И Абумьян. Опа-на. Даня Луис. Статы, конечно, у него ахерительные просто были. Сейчас он уже в Ювентус перешёл. Так что в следующей FIFA его уже не будет. В Барсе 17 тысяч он стоит. Ну, я думаю, я его тоже оставлю. Опа-на. Куртуа. Нихера себе. 84 рейтинг. Сейчас у него рейтинг 87, если не ошибаюсь. Всё, пацаны. Это будет последний пак на сегодня. У меня осталось там буквально 100 тысяч. Оставлю их на чёрный день. Мало ли я что-нибудь придумаю. С этой FIFA 14. И последний пак. Дос Сантос. Вот таким вот образом выглядит мой состав, пацаны. В атаке у меня пейсерская связка. Дубия плюс Абуми Янг. Кросс. Дос Сантос. Стерлинг. Ну и прочие ребята, которых вы можете видеть вся на экране. И давайте будем пробовать искать соперника. Короче, пацаны, это просто андрел найти соперник. FIFA 14. Я и пробовал и в дивах. И в турнирах. И просто в онлайн матчах. Просто никого не находит. Я не знаю, пацаны, что делать. Просто могу бегать и показывать вам карточки. Например, вы знали, что у Акинфеева был рейтинг 88. Вот такая вот карточка у него классная, прекрасная была. Также в этой FIFA была карточка Ромарио легендарная, которую в итоге брали. И из-за того, что они там что-то с кем-то не поделили, я, честно, особо не шарю в этих тонкостях. Но она выглядела не хуже, чем у Пели, я вам скажу. Легендарные карточки, кстати, выглядели просто охерительно. Посмотрите. Не знаю, я прям смотрю и тащусь. Охуительно просто выглядит. Пирло имел информ-карточку с рейтингом 87. Ливандовский получал Тотса еще с Боруссией с рейтингом 92. Ну, естественно, сейчас намного круче у него с рейтингом аж 98. Ди Мария в Реале рейтинг 91. Белл имел карточку на СТ по умолчанию. То есть, если сейчас он имеет карточку на Реми по умолчанию, тут у него СТшник был. Фаберегас, кстати, из Барселоны с рейтингом 88. Неймар и Месси тоже были на СТ. Сейчас они разбросаны по флангам. В общем-то, пацаны, вот такой вот ролик получился ностальгический. Если вам понравилось, если вы так же, как я, скучаете по FIFA 14, вибите лайк. С вами был PandaFX. Любите и помните, с чего мы начинали. Все-таки приятно вот вернуться, посмотреть, как же тут все у нас было когда-то охуительно. Правда, ну, реально, я скучаю по тем временам, когда была FIFA 14. FIFA 16 уже заебала, а FIFA 14 до самого конца не заебывала и доставляла. Будем ждать FUV-17. Надеемся, что она сделает гигантский прорыв. Будет там новый движок. Хуё-моё. И надеюсь, что это все будет круто. С вами был PandaFX. Всех любит, целую и обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok